В Шамуршинском районе начался процесс над виновником аварии, которая произошла в августе этого года. Она унесла жизни четырех местных жителей. Водитель уже признавался в том, что совершил наезд на людей и попросил прощения у родственников погибших. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Таких мер безопасности в этом зале суда не предпринимали давно. Чтобы уберечь виновника ДТП от самосуда, на протяжении всего процесса его охранял усиленный конвой. Эта авария произошла здесь, на въезде в районный центр. Следователи установили, что Валентин Кузьмин сел за руль под шофе. Пытаясь обогнать грузовик, он на большой скорости выехал на обочину, по которой в этот момент передвигались пешеходы. Четыре человека погибли, члены в семье Михайловых. Остался только единственный сын Артем. Добыты дополнительные доказательства по поводу виновности данного водителя. Семилетнего мальчика, который в одночасье остался сиротой, сейчас воспитывает родной дядя. В той аварии Артем спасся чудом, но ему еще предстоит перенести сложную операцию на руке. Ребенку до сих пор оказывают психологическую помощь. Погибшую семью в Шимурше знали многие жители. Алексей Михайлов владел салоном красоты, его супруга работала оператором в местном отделении банка. Вместе с ними в тот злополучный день под колесами машины погибли их младший сын и бабушка. В суде начали опрашивать свидетелей ДТП. Его виновник утверждает, что в тот день он не выпил ни грамма алкоголя. Правда, все факты говорят против него. Многие жители села помнят, что Валентин Кузьмин уже отбывал срок за смертельным наездом пешехода. Хотелось бы, чтобы для всех водителей данный эпизод был назиданием в жизни. К сожалению, для Кузьмина, который совершил данное преступление, оно не явилось уроком. Приговор Валентину Кузьмину планируют огласить на этой неделе. Адвокат погибшей семьи попросит назначить ему реальный срок в виде 9 лет лишения свободы. Дмитрий Ковалев, Алена Алтухова и Игорь Зверев. Республика.